Друзья, сегодня я вам покажу, на чём моряки покидают судно, когда сильный пожар и нет возможности потушить его, спасатели далеко, ну или судно терпит просто бедствие в плохую погоду. Вот такой вид сбоку. На этих роликах она, в принципе, и съезжает. Отдаются стопора. Один из них пуг, который держит. Шлюпку, чтобы она в море не болталась. Вот задняя часть, сам пропеллер. Управление ей идёт вот с того пульта. А что мы этим пультом делаем? Соответственно, гаг, вируем, майнаем, цепляем шлюпку саму уже за эти троса. Сама стрела двигается в сторону моря. Ну и дальше сейчас вам покажу, вот, отдача самих стопоров, которые непосредственно также фиксируют шлюпку в плохую погоду, да? Да и вообще в море она должна быть закреплена, неважно какая погода. Глагольгак отдаётся. Всё, шлюпка почти готова к отдаче. Имеется в виду два варианта, да? Либо отдаём вручную, майнаем, цепляем куки, если позволяет время, ну, или на тревогах. Либо свободное падение, как оно и называется. Free Fall Bot. Сейчас я открою дверь. Пойдём дальше. Так, дверь открыли. Сейчас зайду внутрь, покажу более подробно всё. Шлюпка имеет 11 посадочных мест. Обещаю самое основное место. У руля. Конечно же, мы все сидим спиной к движению, потому что, когда падаешь в воду, ребята, которые уже имеют опыт, если вы так же плохо зафиксированы, то можете повредить и шею, и вообще и спину. Вот, поэтому нужно хорошо быть пристёгнутым, особенно вот в этом месте, потому что об руль можно удариться. Обязательно должна быть каска. В общем, шлюпка это самое безопасное, что может быть для покидания судна. Ты останешься сухим, и время выживания будет, конечно же, намного дольше, чем, допустим, на плод прыгать. Давайте покажу, что имеется по инвентаре у нас здесь. Здесь внутри два таких лбагора. Хранятся в этом ящике. Сейчас вам покажу. Вода, в том числе, мы сами её наливаем. По крайней мере, попросил капитан. Налили ещё дополнительно. Под ней там лежит, значит, еда, которая долго может храниться. Вот, в достаточном количестве на наш экипаж, на 9 человек. Вот. Ну и там какой-то инструмент дополнительный, также для ремонта самой двигателя. Со мной двигателя. Сейчас я покажу, где он находится. Также там инструменты, пару ножей, для ловли рыбы. Всё необходимое. Ну, всякое бывает. Люди в Тихом океане, там, не знаю, не месяц находятся, их никто не может найти. Хотя у нас есть также, да, ПСАРТ. Радиокационный маяк от Вечи, который, в принципе, нам поможет спастись. Также ещё с собой дополнительный эйпир будем брать. Это уже чисто работает через спутник. То есть, шансы очень сильно возрастают на спасение, конечно, в 21 веке. Вот у нас тут сам двигатель. Естественно, он дизельный. Вот. Такое помещение небольшое ещё есть. Туда залезть можно и производить какой-то ремонт. Ещё один выход для доступа к двигателю. Видим, да? На, ещё в этом фрифлбоде есть топор. Перевязан тут, кстати, не знаю, зачем. Не совсем, кстати, правильно он будет закреплён. Видно, что, по-моему, самопальная работа, что на предыдущике я не видал. Но это не суть, ладно. В принципе, есть и есть. Ну, хотя бы он хранится не должен здесь. Но уж как есть, как заведено в данном судне. Так, дальше поехали. Дополнительный фонарь. Тоже есть, да, подключается. Крюлист, соответственно, должен лежать какой-то, какой экипаж. Огнетушитель. Ну и вот сам гидравлический памп-насос, да. Вот она ручка. Ей нужно будет немножко поработать. Соответственно, шлюпка начинает подниматься. Выходить из главного фиксирующего места. Сейчас я покажу, постараюсь. Вот снизу будет виднее. Вот видим, что ручка начинает толкать. И, соответственно, судно выходит вот из этого с озора фиксирующего. Там, соответственно, фук отдан, да. Но он, в принципе, и так не мешает. Судно... Ну, подняться она не сможет, эта самая шлюпка. Поэтому надо его тоже отдать, в любом случае. И автоматически она поедет в воду. Вот такая, в принципе, несложная система. Единственное, самое главное, был исправен насос вот этот гидравлический. Чтобы вы смогли это провести. Иначе придется только вручную ее выкидывать. А условия могут быть разные. Поэтому нужно следить за ними все. Сейчас покажу вид сверху. Дополнительно лампочка идет. Которая будет обозначать нас ночью. Я так понимаю, это у нас солнечная батарея дополнительная. Ну и выход еще тут спереди с носа. Вперед смотрящего можно выставлять. Потому что обзор, честно говоря, не очень. Через вот эти лобовые люмики. Так, все. Ну, я за штурвалом, в общем. Сейчас я буду запускать. Раз в неделю надо это делать. Вот, сейчас покажу. Вот сама коробка передач управлять можем. Причем здесь и реверс есть. И вперед. Три скорости. Где-то так. Вот этот сам рычаг, который нас поднимает до цилиндра. Работать доставляешь отсюда же. Производим сейчас запуск. Так, чтобы вам было видно. Так, включаем он. И нажимаем. Вот, завели. Вотребезжит. Недолго, конечно же, так как воды нету. Теперь нужно заглушать. Проверяется так же, как у нас. Перерод обработает. Поворачивается лида. Так же передачи включаются. Вот, чтобы реверс проверяется. Человек стоит, смотрит снаружи, чтобы все работало. Все. Держим кнопку. Заглушили. И ставим на офф. Вот как-то так. Все элементарно просто. Еще дополнительно, да, освещение включается. Смотри, снаружи. Магнитный компас. Как же без него? Ребят, ну, думаю, самое основное я вам показал. Может, что-то, конечно, еще не добавил. Достаточно много интересного. Да, сам двигатель, естественно, я не вникаю. Все-таки штурман. Это дело механиков. Знаю, что он дизельный. Сколько лошадей. В принципе, я думаю, вам это не интересно. У всех... На всех судах они немножко все равно разные. Комплектации другие, да. Расположение всего от этого имущества по-другому. Поэтому придете, посмотрите. Принцип отдачи, он везде одинаковый. Я думаю, ничего нового до сих пор не придумали. Так что так. При спасении я советую только при полгода. Вот это уже когда совсем все плачевно. Ничего не получается, времени нет. Все, ребят, всем пока. Продолжение следует...